Приветствую вас, Полюна. Я прочитал ваш вопрос, давайте мы с вами постараемся его сейчас разобрать и максимально вам ответить. Во-первых, вы обращаетесь к тому, что называется ресурсность. То есть у вас не хватает ресурсности, у вас не хватает ресурсности и, соответственно, вы хотите эту ресурсность получить. Я думаю, что конкретно ваша сложность заключается в наличии мистификации, наличии мистифицирования определенных сфер вашей жизни, таких как, например, вера в удачу. Элемент случайности, а именно это, лежит в основе удачи, элемент случайности. Безусловно, присутствует вне всякого сомнения, присутствует. Но нужно понимать, что на него, на этот самый элемент случайности, человек не способен повлиять от слова совсем, человек не способен повлиять никак и не способен на него повлиять, в принципе, и вы тоже. То есть, грубо говоря, в удачу не нужно верить, да. Нужно просто делать то, что вы считаете нужным. Нужно просто идти к каким-то своим целям и, собственно говоря, всё на этом. Вот, удачу не нужно верить, потому что, ну, во-первых, если всё будет зависеть от удачи, то вы сами понимаете, к чему это приведёт, вот вы сами понимаете, к чему приведёт по сути превалирование элементов случайности на тримастральном жизни человека. Вот, и с другой стороны, может быть, для вас это не очевидно, но ориентируясь на удачу, что вы волей-неволей обесцениваете свои собственные достижения, которые есть у вас. А это тоже такой, ну, я бы сказал, достаточно негативный момент, негативный элемент, ну, как бы, лава, лава, лава. Вот. Сейчас вот такой аспект. Следующее, что нужно отметить. Это, значит, вот некое такое нагнетание обстановки, ну, некое такое нагнетание обстановки, да? Для вас, со стороны, ну, со стороны окружающих, со стороны окружающих вас людей. Вот. И, как сказала моя коллега, здесь проблема с контролем. Но, что такое проблема с контролем? Это, такое, такое, достаточно собирательное, если можно так выразиться, понятие. Ну, представляете себе совокупность установки. Те контролем. То есть, ну, потребность контролировать все, потребность удерживать определенное состояние. Это, с одной стороны, с другой стороны, это невозможность полагаться на свои реакции, которые у вас есть. Ну, то есть, это вот. Это те реакции, которые возникают в какой-то степени. Скандайны, да, эти реакции? В ответ на те или иные события, которые могли бы происходить в вашей жизни. Например, например, например. Вот. Вот. Это такой момент. Ну, и в этом случае это еще оптимизм. Как ни странно, оптимизм тоже является именно в вашем случае. Вот именно конкретно в вашем случае это проблема. Почему это проблема? Да, в чем здесь проблема? Ну, я вам постараюсь объяснить, в чем проблема. Значит, проблема заключается в том, что вера, ну, вот вера в удачу, как вот вы ее называете, вера в удачу, связана с ограничением спектра восприятия окружающего мира. То есть вера в удачу вы ограничиваете себя во восприятии некоторых других важных моментов, которые играют, ну, достаточно важную, достаточно существенную роль в том, что происходит в вашей жизни. И когда вы делаете именно акцент, когда вы делаете именно акцент на вере, вере, вы волей не волей игнорируете то, что происходит вокруг. И тем самым вы подвергаете сомнению свое спокойствие. Ну, к сожалению, к сожалению, вот, собственно, в чем здесь проблема. Ну, в любом случае. А, в любом случае. В любом случае. В любом случае. В любом случае, вы понимаете, вы это или нет. Это то, что я могу вам сказать. Идем дальше, значит, вы пишете, значит, что теперь боитесь, что с вами случится то же самое и в какой-то степени, в какой-то степени, вы правы, что действительно может с вами случиться. Другой вопрос, что опять же та же самая вера в данном случае мешает вам принимать эту данность как естественность. То есть с вами может что-то случиться и это нормально. Человеческая жизнь достаточно, как бы это сказать, конечно, да, и совершенно нормально, то, ну, что и с вами может случиться, вы можете заболеть, и с вами может что-то проявить. Вот. Это нормально, совершенно. Как вы, грубо говоря, к этому относитесь, да, то есть, ну, как вы это воспринимаете, например, это вот достаточно важный, на мой взгляд, момент. Сейчас, сейчас, вы это игнорируете. Ну, сейчас происходит игнорирование данного аспекта, потому что есть вот потребность содержать, значит, ситуацию в определенном ключе, да, потребность, чтобы ситуация не менялась. Ну, это невозможно. К сожалению, ситуация меняется. Верегировать вы уже не можете. Вам достаточно тяжело это сделать, да. Здесь нужно учиться контролю и так далее. Следующий важный момент. Как помочь людям, ну, другим людям, да, окружающим, окружающим, как помочь людям, то есть, ну, вашим близким и так далее. Здесь я бы сказал, что нужно поработать с личными границами, с границами ответственности вашей, потому что, на мой взгляд, вам это очень не хватает, вот, вам не хватает ответственности от разграничения личных ответственности, да, ну, своей ответственности не хватает и других людей, как бы. И, соответственно, нужно понимать, что, где, как бы, вы, а где, собственно, другой человек, где другие люди, где вы, где другие. Вот. А, конечно, у вас этого, к сожалению, нет и, как бы, с этим тоже нужно работать. Вы, как раз, стараетесь почувствовать себя, вот, не знаю, в какой-то степени не нужную, что ли. То есть, вот, проблематика. Ну, в таком ключе может быть проблема. Вот. Дальше. Значит, так. Так. В то же время гоня от себя негативы. Напрасываю, что на жизнь, знаю, жизнь. Попагаю, если мы просто падение, так я что-то забывайте, не скажу, что так горло никак не касается меня. Ну, понимаете, здесь, опять же, вы, что, по сути, вы здесь проявляете вот то, о чём я говорил. Вы проявляете такую мистификацию, мистификацию того, что с вами происходит. Что, на мой взгляд, ну является проблема. Потому что там, где мистификация, там полная беспомощность человек. Вот. И, конечно, вам, ну, Тяжело. В этой ситуации. Вот. Ну, всё, как бы, корректируется. Смотрите. В чём проблема? В чём проблема? В чём проблема? Ну, ваш проблема. Всё. Заключается. Заключается в том, что у вас недостаточно, как мне кажется, своего, ну, личностного смысла. Ого. Ого. Не так. Тут кажется. Что это значит? Что вам не хватает? Ну, твоего личностного смысла. Это значит, что вы, на мой взгляд, чересчур, зависимо от других людей. Ну, мне так видится эта ситуация. И, на мой взгляд, вам нужно, в принципе, искать свои другие способы, ну, другие способы, как-то вот реализовать, то есть искать способы, повысить уровень своей независимости от людей, ну, как бы, от которых сейчас вы достаточно сильно. Но, мой взгляд зависит. Ну, хоть вам это, может быть, и не нравится, но выглядит это таким образом. Соответственно. 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 Я надеюсь, что вам ответил. Ну, вопрос по поводу того, что делать. Как помочь близким? Ага. Как раз-таки делать то, что в ваших силах. Проблема будет решена. Со временем. Конечно. Проблема будет решена. А вот. Проблема, безусловно… Ну, безусловно, но тем не менее. Вот то, что вам я могу сказать, что опирает на Воскресенье. Тостовый. Ну, тостовый, не пица. Тостовый, пица. И. Ход, принтипи, форсту яма кума губа. Адвит. Туда ма губа. Гава. Фесса, эфнур, фесса. Грэнни ме. На данный малан. Песли вы, а? А сет. Если вы действительно хотите помочь своим близким людям, то ни в коем случае не жертвуйте, не жертвуйте собой ради них. А иначе это будет вызывать у них чуть-чуть. Ну и да, в целом эта ситуация очень хорошо продемонстрировала то, что вы зависимы, к сожалению, достаточной степени от окружения, от стабильности. Вот. И как бы это проблема для вас. Ну. Все это можно скорректировать. И, соответственно, вы. Значит. Как-то вот. Действовать. Ну. В любом случае тут уже вы, я думаю, сами разберетесь. Сами ее для себя решите. Эту ситуацию. А мы вам поможем. Если у вас, ну, будет такое вот желание. В этом все, в принципе, я надеюсь, что счет вам был полезным. Желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет решена самым лучшим образом.